Заявления Александра Лукашенко, сделанные в День народного единства, вызвали большой резонанс. С чем было связано решение раскрыть закрытую информацию от спецслужб? Об этом не только. В интервью первому информационному рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант. Накануне президент сделал ряд громких заявлений и озвучил важную информацию. Вот с чем эти заявления связаны? Да, традиционно в наши важные государственные даты и праздники, и День независимости, и День народного единства. Президент говорит о главном, это важные смысловые вещи. И, конечно, глава государства пользуется случаем, чтобы донести до нас острую, актуальную и даже оперативную информацию. По вчерашним заявлениям о готовящихся провокациях и возможном обострении ситуации в конце сентября-октябре. Такая информация президенту поступила. В чем суть? Как сказал вчера глава государства, согласно этой поступившей информации, в ближайшее время, конец сентября-начало октября, возможно активизация действий в зоне СВО. Настораживает то, что по поступившей информации поводом для обострения ситуации между Россией и Украиной должны стать некие события на белорусско-украинской границе. В частности, якобы беспилотники Российской Федерации, которые якобы залетят с территории Беларуси в Украину. Поводом для эскалации может стать именно это, и это может быть использовано Украиной для нанесения ответного удара по Беларуси. В частности, объектом инфраструктуры эта цитата. Естественно, никаких ударов, и украинцы хорошо это знают, с территории Беларуси не происходит. Тем не менее, это может быть попытка втянуть Беларусь в войну. Глава государства много раз об этом говорил, много раз пытались втянуть, но не получалось. Президент делает все для того, чтобы избежать эскалации. Вот очередной способ, очередная попытка втянуть. Для чего это нужно? Не исключено, что это один из шагов к дестабилизации обстановки внутри страны в канун президентских выборов. Ну да, вчера президент говорил и о планах, и о действиях беглых. Совершенно верно. Это тоже абсолютно точная информация, которую мы располагаем. Наши беглые не нашли лучшего способа борьбы с действующей властью, кроме как попытаться развернуть расследование в рамках Международного уголовного суда. Они ориентируют Запад, просто ползают, просят, умоляют привлечь президента Беларуси к ответственности по аналогии с российским лидером. Они невероятно этого хотят, мы об этом знаем. Раньше поводом они пытались сделать ситуации с якобы украденными детьми, которым мы на самом деле помогали, оздоравливали и, естественно, возвращали домой. Сейчас новая тема. Опять же, якобы мы выкинули беглых из Беларуси на Запад. Но президент не раз об этом говорил, никто никого не выгонял, никто никого не выкидывал. У нас даже комиссия создана именно по возвращению в страну. Ее возглавляет генпрокурор. Мы предлагаем вернуться, люди возвращаются. Не на нарушал на статье Уголовного кодекса доказывай и возвращайся. А те, кто не хотят, это их выбор. Указы по помилованию президент подписывает, раскаившиеся, оступившиеся возвращаются к нормальной жизни. И мы же все помним еще и такие случаи. Некоторым экстренно сбегавшим вместе с семьей, с детьми президент даже и помогал. Ну а беглые кого-то пытаются впечатлить еще и цифрами. Уехало якобы 300 тысяч. Так еще недавно по их подсчетам съехавших был миллион, потом сократились до 700 тысяч. Теперь уже 300. Мы все не можем понять, если честно. Так сколько же вас там? Вот об этом, обо всем, если коротко говорил вчера глава государства, конечно, это важно знать белорусам. Но в еще большей степени информация была адресована нашим зарубежным партнерам и нашим беглым, которые все никак не могут успокоиться. Ну и не можем, конечно, не спросить о вчерашней громкой премьере «Баллада диктатори». Вы отслеживаете реакцию на это? Вы знаете, я бы не использовала формулировку «отслеживаем». Ну, смотрим, конечно. Если о реакции говорить, то уже, конечно, прямо сейчас видим, что она бурная. Смотрим комментарии. Не буду вдаваться в подробности. Если говорить о тех самых комментариях, один из наиболее ярких, на мой взгляд, был о том, что якобы мы украли у оппозиции пугало диктатуры. Ну, что на это можно сказать? Украли так украли, надо лучше прятать.